Здравствуйте! В этом видео я покажу вам, как просто буквально за один вечер шить такое фантастическое космическое пальто. Оно суперудобное, имеет плоский широкий крой со спущенным рукавом, поэтому вам будет абсолютно комфортно. Надеюсь, видео вам понравится. Пишите в комментариях, будете ли шить, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать следующие выпуски. Для пошива пальто нам потребуется, конечно же, пальтовая ткань. У меня это материал, который полностью состоит из шерсти, и он двухсторонний. Этот материал из магазина Vitex. Недавно я делала обзор своего заказа тканей, материалов из этого интернет-магазина, поэтому можете посмотреть, там я рассказывала и об этой пальтовой ткани подробнее. Она двусторонняя, поэтому вы можете в одном изделии использовать обе стороны, либо, к примеру, шить пальто без подкладки, потому что обе стороны одинаково прекрасны. Но в качестве лицевой стороны изделия я буду использовать лицевую сторону материала, как она есть, потому что на ее поверхности есть короткий, очень красивый, деликатный ворс. С изнаночной стороны этого ворса нет, но поверхность тоже очень красивая. Нам потребуется примерно 2,5 метра пальтовой ткани при стандартной ширине 150-140 сантиметров. Для того, чтобы пальто было более теплым, и мы могли носить его зимой, необходимо использовать какой-то утеплитель. Я буду использовать шерстепон, но необычный. Он уже готовый, можно сказать, простеганный с подкладочной тканью. Это термостежка, то есть полотна склеены. Вы можете использовать отдельный шерстепон, он продается отдельно. Просто нужно будет простегать, то есть соединить машинной строчкой с подкладкой. Но если вы хотите сшить пальто за один вечер, то лучше использовать уже готовую подкладку со стежкой. По одной нитке в цвет. Мы не будем пользоваться оверлоком, поэтому достаточно будет по одной нитке. Ну и самый интересный момент – это аппликации. Мы будем украшать пальто аппликациями. Я выбрала аппликации в космической тематике. Все эти аппликации из интернет-магазина «Искусница». Они бренда Hobby&Pro. Вообще Hobby&Pro отличается тем, что их инструменты, их фурнитура, материалы для шитья очень качественные, но при этом очень доступны в цене. Эти аппликации приклеиваются с помощью утюга. На их изнаночный оборот на стороне есть клей. Лучше всего не просто приклеивать аппликацию к изделию, но и прокладывать строчку по контуру. Так будет обеспечена надежная фиксация. Уметь шить – классно. Этот навык дает вам возможность носить все, что захочется. Носить эксклюзивные вещи, которых нет у других. Приглашаю вас создавать одежду для себя и близких вместе со мной. Более пяти лет я делюсь своим опытом в создании одежды. Несколько тысяч девушек и женщин разных возрастов из 30 стран, на самом деле даже больше, занимаются по моим видеокурсам. Я буду рада и вам. Сейчас на всех своих курсах я лично оказываю индивидуальную поддержку каждому. Мы будем общаться с вами, Тет-а-тет, только я и вы. У вас будет три месяца бесплатной поддержки, а доступ к урокам останется на всю жизнь. Уроки можно смотреть и пересматривать неограниченное количество раз. Все программы, все курсы прекрасно подходят как для начинающих, так и для продолжающих. Среди тех, кто прошли мои курсы, есть девушки, которые открыли свои мастерские, ателье, шьют изделия на заказ и продают их, создают свои магазины одежды и аксессуаров и получают доход от любимого дела. Все зависит от вашего желания и упорства. Ознакомиться с содержанием фотоизделий, отзывами, а также приобрести курсы можно на сайте беспокой.ру по ссылке в описании к видео. Буду ждать вас на своих уроках. Вот наши детали. Полочки, передняя деталь и спинки. Нам прежде всего, прежде чем соединять их, необходимо обработать карманы по боковым срезам, если они предполагаются в вашем изделии. Обработку карманов я очень подробно показывала в одном из видео, оно есть на канале. Ссылку к этому видео оставлю в описании. Можете посмотреть, оно очень короткое и простое. Кстати, присоединять термоаппликации к полотну лучше до того, как вы начали собирать изделие. То есть, соединять полочку со спинкой и так далее. Потому что вам придется вертеть в разные стороны деталь, когда вы будете прокладывать строчку по контуру на машинке. Поэтому сначала соберите изделие ручными стежками, то есть сметайте его. Достаточно просто сметать крупными стежками, для того, чтобы это не занимало много времени. А затем прикрепите булавками аппликации в разных местах, для того, чтобы собрать композицию. И если что, например, переместить их. Для этого приклеиваете аппликацию горячим утюгом, а затем уже проходите строчкой по контуру аппликации. Хочу сказать пару слов о дублировании. Я буду дублировать только те участки, которые критически важно продублировать. А именно, это плечевые срезы, как по полочке, так и по спинке. Дублирую полоской в 1 см с отступом небольшим от срезов, для того, чтобы эта дублированная полоска попала в шов, но при этом не утолщала срезы. По передней половинке у нас есть уголок во внутреннюю сторону. Нам необходимо уголок во внутреннюю сторону присоединить к уголку во внешнюю сторону. Видите, их срезы отличаются. Сделать это несложно. Вот здесь, примерно с отступом 1 см от срезов проходит будущая строчка. И нам необходимо вот этот уголок, можете ввести туда булавку, присоединить к углу, который располагается по горловине спинки, и ввести булавку тоже туда. Вот так. Теперь булавка заходит с одной стороны, прямо по углу, в месте будущей строчки, и выходит с другой стороны, тоже по углу. Нам необходимо сложить детали так, чтобы плечевые срезы были совмещены. И фиксируем два слоя той же самой булавкой, не выводя. Теперь нам необходимо присоединить крайние точки плечевого среза и проложить строчку от угла, прямо точно от той точки, где выходит булавка, с отступом 1 см, до края плечевого среза. То же самое повторяем по этому плечу, а потом присоединим участок с горловиной. Итак, вот наш уголок. Я ввожу иголку прямо в угол, убираю булавку, делаю закрепку и строчу до конца с отступом 1 см. Видите, моя строчка прошла по дублированной полоске с обеих сторон. Прострачили плечевые срезы до уголков, и теперь нам необходимо вот эти уголки немножко надрезать. Натрезаем только угол, уходящий вовнутрь, и нам нельзя доходить до строчки, то есть вот до этой точки на 2 мм, можно даже на 3. Вот где заканчивается надрез, вот здесь начинается строчка, уголок. Теперь мы с легкостью можем присоединить срез горловины к срезу воротника. Подправляем этот уголок, можно вот так немножко его разработать, и присоединяем срезы. Теперь нам необходимо проложить строчку от одного уголка до второго, непрерывную, сделав закрепки с обеих сторон. И мы начинаем прямо в точке, в которой закончили. Опускаем сюда иглу, делаем закрепку и строчим до второго уголка. Я строчу вот до этой точки. Если вы боитесь пройти лишнего, когда будете делать закрепку обратным ходом, то можно воспользоваться функцией точечной закрепки, если она есть в вашей машинке. Просто нажимаете один раз, и машинка сама делает закрепку. Готово. Непрерывная строчка с изнанки, и вот что мы получили с лицевой стороны. Аккуратный уголок, без каких-либо отверстий, дефектов, и обрабатывать, как видите, очень просто. Поздравляю вас, мы сделали самое сложное, что есть в этом пальто, но, как видите, это совершенно не сложно. Можно сделать очень быстро, буквально за пару минут, и три строчки. Теперь нам необходимо будет поутюжить плечевые швы и швы по горловине. Но прежде вот эти уголки, которые мы не надрезали, уголки во внешнюю сторону, нам необходимо немножко подрезать. А именно удалить уголок в самой острой части. Мы тоже не доходим до строчки примерно на 3 мм. Это делается для того, чтобы, когда мы разутюжим срезы, вот этот уголок, а именно срезы по углу, легли плоско и не было никаких утолщений. Видите, здесь все ровно, а вот здесь есть излишек, и он будет лежать дефектом на изделии, поэтому мы его удаляем. Можно сделать это после утюжки, можно до. Вот так. Поутюжили швы. Видите, все уже лежит плоско. При желании вы можете подшить ручными стежками срезы к полотну, для того, чтобы они совсем никогда не отходили и лежали плоско. Теперь можем присоединить рукава. Для этого разложите срез проймы, то есть место, к которому будем пришивать, притачивать рукав, к себе, ближе к себе. Воротник, получается, от себя. Далее берем рукав и его широкую часть присоединяем к срезу проймы. Я сделала отметку надрез, который обозначает середину рукава, и эту отметку я прикрепляю к плечевому шву. Кстати, вот эти два сердечка от бренда Prim. Я показывала обзор на эти инструменты в предыдущем видео. Очень люблю использовать клипсы в последнее время, именно вместо булавок. Оказывается, это тоже очень удобно. Легко фиксируется, легко убирается быстро. И мы присоединяем срез рукава к пройме и прокладываем строчку на один сантиметр. То же самое повторяем со второй стороны. Все срезы по швам я разутюживаю, в том числе и швы втачивания рукава. Обычно срезы по пройме, то есть там, где пришивается рукав, направляют в сторону рукава. Но в таких плотных, толстых изделиях пальто лучше всего в избежание толщины разутюживать эти срезы. Но для того, чтобы они были прочно зафиксированы, я их подшиваю ручными стежками. Сделать это очень просто. Заправляем нитку в иголку. Достаточно одинарной нитки. Делаем узелок на конце. Теперь, когда я пью вручную, я всегда использую наперсток. Это мой новый наперсток от бренда Hobby & Pro. Он очень удобный. Прочно фиксируется на пальце. Идеально подходит под размер любого пальца, потому что он регулируемый. Раньше я не пользовалась наперстками, потому что они казались мне неудобными. А вот этот идеальный. Обзор на наперсток и другие инструменты Hobby & Pro вы можете посмотреть в предыдущих видео на канале. Итак, я завожу иголку с изнаночной стороны материала. И подхватываю буквально 3 мм. Затем прямо вдоль среза подхватываю тоже совсем чуть-чуть основной ткани. Но при этом нельзя выходить на лицевую сторону полотна. Для того, чтобы нитки там не было видно. И затем выводим. И продолжаем аналогично по всей длине среза. Это может показаться долгим и неинтересным занятием, но на самом деле все очень быстро. Буквально через 10 см вы уже приноровитесь и у вас появится скорость. Такой маленький нюанс, но он позволит вашему изделию выглядеть качественно даже спустя множество носок. И вот так срезы прочно зафиксированы. Теперь мы можем закрыть наше изделие и соединить боковые срезы и срезы рукава. Просто перегибаем изделие по плечевым швам. Можно сказать, складываем его пополам. Полочка соединяется со спинкой лицевыми сторонами вместе. Начнем с присоединения срезов рукавов. Соединим концы. Затем контрольная отметка шов втачивания рукава. И в промежутках. Далее спускаемся ниже по боковым срезам. Соединяем область с карманами. Соединили пальто по швам рукава, по боковым швам. И участки со входом в карман оставили незасроченными. Вот эти срезы я бы посоветовала, скажем так, профилировать. Потому что здесь подкладочная ткань все-таки имеет свойство осыпаться. Для этого очень удобно использовать зигзагообразные ножницы. Эти ножницы от бренда Hobby & Pro. Очень классное лезвие. Идеально разрезают до самого кончика. И вот ими мы просто проходимся по срезам. Именно подкладочной ткани. Потому что она осыпается. Кстати, то же самое вы можете повторить и по срезам пальтовой ткани. Но я буду делать только у подкладки. Оставляем примерно 7 мм. 1 см. От срезов остальное все срезаем. Если этого не делать, то со временем срезы подкладки могут осыпаться. И в результате внутри жакета, внутри пальто, то есть изделие на подкладке, со временем могут появиться такие достаточно большие комки ниток, осыпавшихся от подкладки. Еще один момент, который необходимо сделать. Сделать надрезы по самой округлой части рукава, переходящего в боковой шов. Вот здесь я уже сделала надрезы. Теперь выворачиваем пальто наизнанку. И самую округлую часть, то есть это буквально 5 см от шва при тачивании рукава, выше и 5 см ниже. Нам необходимо сделать надрезы, не доходя на пару мм, на 3 мм до строчки. С одной стороны и то же самое с другой. Близко ни в коем случае не подходим, чтобы не разошелся шов. Для чего мы это делаем? Очень часто в таких округлых срезах, если срезы не подрезаны таким образом, то когда вы вывернете пальто на лицевую сторону, вот здесь ткань будет как бы собираться. И это выглядит очень некрасиво и еще вам при этом некомфортно. Потому что вот здесь как будто что-то тянет. Попробуйте вывернуть пальто с неподрезанными срезами, примерить. И вы увидите и поймете, о чем я говорю. После того, как вы подрежете срезы в округлой части, этот эффект уйдет и все будет лежать идеально. Также советую подрезать вот эти уголки по швам, то есть концы срезов, для того, чтобы они не создавали лишнюю толщину. Еще один маленький момент. Срезы по боковым швам нам необходимо развить ужесть, то есть расправить в разные стороны. Но карманы при этом мы направляем в сторону передней детали, то есть полочки. И вот здесь вы можете увидеть, что получается такая складка и она создает толщину. То есть здесь толщина меньше, чем здесь. Поэтому мы берем и подрезаем вот этот уголок, также не доводя надрез на 2 мм до строчки, до самого угла, сверху и снизу. Мы подрезаем уголок только по спинке, по задней детали. И теперь смотрите, как легко разворачиваются срезы. Нам необходимо поутюжить их в таком состоянии. И можно, конечно же, подшить вручную, как я показывала ранее. Также подготовьте низ изделия и низ рукава к присоединению с подкладкой. Продублируйте полоску шириной в 4 см по низу. Это простая прямая полоска. И затем заутюжьте низ пальто на эти 4 см. То же самое сделайте с рукавом, но здесь можно сделать подгибку. И полоску дублирования меньше, например, 3 см. Можно и 4 см, особой разницы нет. И точно так же заутюжьте ее наизнанку. В целом на этом пока работа с основной частью пальто завершена. Мы приклеили, пришили аппликации, поэтому сейчас мы откладываем эту деталь и переходим к сборке подкладки. Вот у нас деталь спинки. Она цельнокроеная, то есть посередине спинки шва не будет. Ее мы пока отложим, а займемся передней частью. Вот две детали подкладки, стеганой подкладки, полочки и две детали подборта. Нам необходимо соединить сначала детали подборта по срезам воротников, то есть двум верхним коротким срезам. Соединяем, прокладываем строчку на 1 см и срезы желательно разутюжить. Не желательно, а обязательно на самом деле. Потому что благодаря таким маленьким моментам ваше изделие будет выглядеть намного лучше, аккуратнее и качественнее. Теперь нам необходимо присоединить деталь подборта к детали подкладки. Вот, к примеру, возьмем одну половинку подборта. Это ее срез горловины, а вот здесь сначала плечевого среза. Нам необходимо присоединить продолжение плечевого среза. Берем одну деталь подкладки, которая как раз является продолжением плечевого среза. Вот здесь проймы, куда мы прикрепляем рукав. И мы просто берем, накладываем одну деталь на другую, так чтобы они совмещались с лицевыми сторонами. И скрепляем булавками. Прикрепили с одной стороны. И теперь точно так же прикрепляем вторую деталь с другой стороны. Присоединили детали подкладки к детали подборта, то есть будущего воротника. Здесь по воротнику я также приклеила и пристрочила в круговую по контуру аппликацию. А вот эти швы, швы притачивания подкладки, нужно будет дополнительно закрепить, направив срезы в сторону подкладки и проложив строчку со стороны подкладки на 2 мм от шва. Так ваши срезы будут прочно закреплены и не будут создавать излишний объем, толщину. Теперь можем присоединить эту часть, полочку, можно сказать, к спинке подкладки. Вот деталь спинки. Располагаем ее лицевой стороной наверх и лицом к лицу прикладываем деталь полочки. И помните, мы обрабатывали этот узел. Плечевые срезы, срезы воротника и горловины соединяли в три этапа. Уже в деталях из основной ткани. Мы проделываем те же самые шаги с подкладкой. Собрали подкладку, соединили швы рукавов, переходящие в боковые швы. Здесь все аналогично. Еще один момент, который чуть не забыла. Оставьте небольшое отверстие, непростроченное, сантиметров 15-20 по одному из рукавов. Это нужно нам для того, чтобы мы могли с комфортом вывернуть изделие на лицевую сторону. После того, как соединим подкладку со стороны. Сложите две части пальто лицевыми сторонами вместе. То есть основная деталь лежит у нас лицом наверх, а подкладочная деталь изнанкой наверх. Соединяем их вместе сначала по срезу низа. Дело в том, что нам будет намного так проще обработать вот этот уголок, который у многих вызывает страх, кажется сложным. Сегодня я покажу, как обработать его легко, другим альтернативным способом. Именно поэтому мы делали подкладочную часть, намного короче основной. Теперь мы присоединяем две детали вместе, только срезами низа изделия. Представляете, нам до готового изделия осталось буквально три шва. И все, пальто будет готово. Поэтому чуть-чуть нужно набраться терпения. У нас остаются заключительные этапы. Соединяем срезы вместе. Обязательно контролируем, чтобы контрольные отметки, то есть вот боковые швы по подкладке и основному изделию совпадали. Готово. И соединяем в промежутках и прокладываем строчку на один сантиметр. Итак, проложили шов, проложили строчку. И я советую вам разутюжить срезы для того, чтобы избежать толщины в этом участке. А после этого перегнуть низ пальто. Сейчас мы берем основную деталь по краю дублерина. То есть край дублерина должен быть на сгибе. И мы складываем также лицом к лицу. Скрепляем. И теперь мы продолжаем присоединять вот эти открытые срезы, длинные срезы, по всей длине. То есть от низа наверх к горловине и снова вниз. И прокладываем строчку на один сантиметр от края по всей длине. Теперь буквально пару нюансов, прежде чем двигаться дальше. Вот эти уголки нам необходимо подрезать. Не доходим на 2-3 мм до строчки в самом углу. А вот эти углы по срезам тоже подрезаем под углом. Для того, чтобы сократить толщину. И посмотрите, какой у нас аккуратный уголок получается. Очень простой способ обработки уголка. Все очень плоско, ровно лежит. Никаких складок вам не нужно формировать. Здесь получается замечательный аккуратный уголок. Мы используем такой способ, потому что, во-первых, это просто. Во-вторых, делать наплывы из стеганой подкладки с шерстепоном, с синтепоном не самый лучший вариант. Потому что это будет огромная толщина по низу. И выглядит это не очень хорошо. Здесь выправляем хорошенько уголок. И теперь будем снова утюжить. У нас остаются рукава. Как присоединять рукава в изделиях с подкладкой, я очень подробно показывала в одном из предыдущих видео. Это видео по пошиву бомбера. Я прикреплю ссылку именно на минуту с моментом присоединения рукава. Поэтому, пожалуйста, перейдите и посмотрите. Там все очень подробно и понятно показывается. У вас получится с первого раза. И теперь нам остается только закрыть отверстие по рукаву, которое мы оставляли еще в самом начале, для того, чтобы полностью закрыть пальто. Заправляем нитку в иголку. Делаем узелок. Заводим иглу вовнутрь. И ручными стежками подшиваем. После этого можем перейти к заключительному этапу. Это петли. И затем с определенным интервалом, например, 7-8 сантиметров, мы обозначаем следующие петли. Ну и после остается только пробить, обметать петли и прорезать их. Очень подробно я показывала, как это сделать в одном из предыдущих роликов. Ссылку на видео в этом моменте, в моменте обработки петель, я прикреплю в описании к видео. На этом пальто готово. Обязательно шейте, утепляйтесь. Кстати, оно получилось очень тепло. Сегодня минус 10-15 градусов. И я чувствую себя абсолютно комфортно. На улице уже более получаса нахожусь, даже более часа. И мне очень тепло. Желаю вам хорошего дня и теплой зимы. Субтитры сделал DimaTorzok